Медицинский справочник клиники Асута. Стандарт здоровья. Замена тазобедренного и коленного сустава. Изменения в тазобедренном и коленном суставах могут произойти вследствие дегенеративных изменений, травм, болезней и генетических особенностей. Число пациентов, страдающих от изменений в коленных и тазобедренных суставах, растет параллельно с увеличением продолжительности жизни. Сегодня люди оживают до 90-95 лет. Консервативное лечение может включать в себя натуральные препараты, противовоспалительные препараты, инъекции в коленный сустав, специальную обувь, физиотерапию, использование тростей для ходьбы. Оперативное вмешательство возможно, когда все консервативные методы оказались неэффективными. Цель операции – улучшить качество жизни пациента. Тазобедренный сустав имеет довольно простое строение – шарик и впадина для него. Чтобы заменить сустав, мы делаем его точную копию. Что касается коленного сустава, он один из сложнейших в теле. Сегодня врачи стараются заменять лишь поврежденную часть, а не весь коленный сустав. Я могу заменить лишь половину структур сустава, если вторая половина в порядке. В подобных случаях, поскольку замене подвергается лишь половину сустава, механизм его подвижности полностью сохраняется. Все связки остаются на своих местах. Пациент чувствует, что движение сустава гораздо более естественно по сравнению с полной его заменой. Хирург подбирает для пациента вид имплантанта и операции. Подготовка к операции включает в себя рентгеноскопию таза и колен, полный клинический анализ крови, полный химический анализ, анализ свертываемости, анализ мочи, включая посев на культуру, ЭКГ, рентгеноскопию грудной клетки. Если мы предполагаем, что пациенту показана замена половины сустава, нередко приходится делать магнитно-резонансную томографию, чтобы проверить состояние связок, убедиться, что здоровая часть сустава действительно здорова. Перед операцией дома желательно установить кресло с подлокотниками, высокое сидение для унитаза, подставки для кровати, оборудовать душевую так, чтобы в ней можно было сидеть, завести ходунок с колесиками или без, и, наконец, трость для ходьбы. Пациент должен вымыться особым антибактериальным мылом, вымыть все части тела, которые подвергнутся операции, как можно более тщательно. Затем пациента госпитализируют, дают ему антибиотики и везут на операцию. Анестезия при этой операции эпидуральная и действует мгновенно. Также применяют транквилизаторы. Пациент не ощущает отличий в обезболивании от общей анестезии. Пациент совершенно не чувствует боли. Приходя в себя после операции, пациент бодр и может общаться с семьей. Он подключен к капельнице, катетеру и рукавам на икрах, предотвращающим образование тромбов. Уже на следующий день после операции пациент может стоять и ходить. Нет ни гипса, ни строгого постельного режима. Пациент должен сразу же начинать двигаться. В течение долгого времени надо принимать болеутоляющие, особенно после замены коленного сустава. Поскольку в отсутствие боли пациент лучше ходит, лучше поддается физиотерапии, амплитуда его движений шире. Даже после замены тазобедренного или коленного сустава пациент может на следующий же день встать и начать ходить. Он должен вставать и ходить полностью самостоятельно уже спустя 2-3 дня. После замены коленного сустава мы внимательно следим за пациентом, чтобы убедиться, что движения сустава ничем не стеснены. При замене тазобедренного сустава наблюдение не такое частое. После операции рекомендуется принимать антибиотики, если вас ожидает визит к стоматологу. Имплантации тазобедренного и коленного суставов относятся к наиболее успешным операциям в современной медицине. Они могут заметно повысить качество жизни пациентов, позволить им вести совершенно нормальную жизнь, самостоятельно делать покупки и самостоятельно заботиться о себе, даже если они живут одни и делать все, что им заблагорассудится. Данное видео преследует сугубо иллюстративные цели и не является заменой консультаций у лечащего врача и персонала клиники. Подробности на сайте клиники Асута.